Мы находимся в Марине Каш. Марина огромная, защищенная со всех сторон в городе Каш. Это где-то посередине между Фетхие и Анталией. Благоустроена Марина, имеющая свой большой торговый центр, в котором можно все купить. Количество лодок, в принципе, здесь несчитанное. Что касается стоимости стоянки, в среднем за 15-метровую лодку владелец Эйлинга платит при годовых контрактах 500 евро в месяц. Стоимость суток здесь может достигать и 200, и 300 долларов, потому что сезон, потому что люди приезжают со всего мира. Марина, как мы видим, заполнена. Пустых мест есть. Ну, они, конечно же, пустых мест нет, но они, конечно же, есть. То есть, вас поставят, и какая стоимость стоянки здесь сегодня для нашего транзитного Эйлинга, мы узнаем чуть позже. Хочу показать, как здесь устроен туалет. Вот такое симпатичное здание, в котором есть приятный сервис. Посмотрите, какие современные стильные раковины. Здесь же можно постираться, здесь же, собственно, можно принять душ и чистый кондиционированный туалет. И, друзья мои, это прямо, знаете, когда на улице плюс 40, иметь кондиционированный туалет, это преимущество. Посмотрим, что есть в Нигросе, в Марине. Большой, большущий магазин. Неожиданно, неожиданно. Кстати, вот этот Monkey Shoulders я очень люблю. 595 лир, это умножай на 4. Для магазина в Яхт-клубе и дыни, и ямакузы, и помидоры. Большой выбор охлажденного пива. Вот рекомендуется пить бомонти. Ну и большой, достаточно, выбор вина. Ченгиз Гаджибекович. Как Турция? Турция великолепная, просто сногсшибательная. Как тебе Яхт-клуб? Прекрасный Яхт-клуб. Прекрасного цвета вода, солнца. Да, вот смотри, на удивление, вот я иду, да, я пытаюсь найти сплевок, окурок, фантик плавающий, но ничего нет. Нет, все очень чисто. То есть, в такой Марине культура жителей, она как бы такова, что сорить-то тут не хочется. Вот траулер стоит, 52-й свифт-траулер. Андрей, тебе надо такой. Слушай, это... Я буду приезжать к тебе. А я видел в Москве новый, он, конечно, очень сильно отличается. Я даже в какой-то момент подумал, что это что-то похожее на Флеминг или на Норгхавен. А вот смотри, вот еще один свифт-траулер, 52-й. 52-й размерчик, однако, однако. Юля, а вот для сравнения, 37-я Бавария, которую мы в Питере обзор делали, вот стоит. Вот как она смотрится на побережье. 46-й престиж. Такая очень тоже большая. 46-й престиж. Классическая турецкая лодка, очень похожа, кстати, на американские лодки, которые на местном американском, а здесь на местном турецком рынке, это в Турции делают. Вот у нашей рынке 4, который так непривычно видеть на Средиземноморском побережье. Предполагалось и думалось, что я буду делать обзор этой лодки где-нибудь в Скандинавии, на северных морях. Ну, вот получилось, что в Турции, благодаря сообществу людей лодки и владельцу этой лодки. Ну что, девочки? Неважно, где ты находишься, на реке или в море, важно, с кем ты. Сообщество людей лодки ценит общение с тобой.